всем привет с вами негатив решил в этот раз сделать прям мега обзор своих боев по турниру наутилус отыграл я уже 17 боев и запишу пожалуй все бои в этом ролике у нас будет чисто конфа против конфы бои в следующем ролике против сильной сопры то есть в общей сложности мы посмотрим с вами но боев 10-15 где-то может быть еще 3 доиграю там что-то путное тоже будет этот бой был вообще на стриме самый первый бой в подготовке подготовительный этап то здесь торпеду не стал ставить решил с развертки авиа плюс до осы ну и короче по итогу получается такая картина то есть кто был на стриме помнят ничего здесь хорошего не получилось то есть ящики я отдал две точки уже захватил конфедерату сначала хреново я еще сказал что торпедку по-любому видимо надо ставить тут пытаюсь вроде чё-то этот ящик забрать но приплывает викинг то есть я дождался второго аллигатора плюс оса ну вот как так получилось то есть пытаюсь выиграть сейчас численное преимущество ну конфедерата точку отдавать ему особо не хочу здесь уже четыре викинга у меня три алика то есть ситуация довольно таких хреновая то есть у него сейчас будет просто на один корабль больше постоянно то есть уже шесть у меня пять вот плывает еще два у него сейчас тоже два вылезет выставляет он еще торпеды вдобавок провожу разведку на третьем штабе здесь я извиняюсь ребят решил зачем-то его атаковать глупое решение нифига я не пробил понял что конфедерат здесь крепкий выпадает . уже на моей стороне занимаем позицию одного викинга сразу забираем без каких-либо потерь но алики у меня уже разбиты и опять я короче здесь в очень плохой позиции расчет в этот раз у меня честно говоря на утилус прям но вообще не пошел то ли я переиграл уже то ли чё не знаю выпадает еще одна точка и короче конфедерат уже забирает 5 я 0 ну по большому счету все проигрышный бой выхожу я в четвертый штаб наконец-то . которая полностью на моей стороне ну короче ситуация прям плохая до согласитесь то есть у него флота масса у меня 7 корабликов всего выпадает еще две точки пытаюсь стрекозами осой здесь как-то нивелировать это его преимущество вроде получается неплохо но он тоже дельт побольше нагнал то есть начинает стрекоз выбивать потихонечку то есть все стрекозы лопаются тест мой по наутилусу старый он до сих пор актуален то есть стрекозы сосой контрятся дельты не посейдонами ребята в общем забирает он уже шестую точку но я как бы здесь выиграл время плюс он потратился на дельт то есть чтобы я накопил чуть побольше флота дарит он один викинг строя нету здесь еще сейчас одного викинга подарит на ровном месте но вот этот фланг у меня не защищен с этого фланга вроде его перебиваю то есть принимаю бой атака флота здесь все нормально и гоним срочно весь этот флот сюда потому что иначе он меня сейчас пробьет просто-напросто выстраиваемся забираем ему по одному кораблю накидываем в борт им здесь две точки опять же на моей стороне параллельно их захватываем пытается он свалить вверх ему это удается аллигатора и отменяю но он сливает весь флот атака его была очень-очень корявая здесь то есть я вышел 80 кого флота он слил абсолютно всю свою флотилию вроде как то здесь ситуация довольно таки стабилизировалась но выпадает вот так вот две точки понимаю что надо что-то делать сюда пригоняю осу и гоню весь флот сюда потому что ну иначе я проиграю именно по точкам флот его здесь потихонечку перебиваем не до контроля идет осы от дельты она получает вот отвожу но она уже полудохлая осталось так точку мы сейчас значит эту заберем скорее всего блин голд воздух подрубил и потерял ясу на ровном месте по точкам 74 10 голд обороны я думаю достала бы соответственно торпедка не знаю почему он не включил ну и все мы по большому счету его уже оккупировали выпадает . благо на моей стороне идет захват сюда еще запасные аллигаторы то есть я решил пробивать его именно вот отсюда потому что торпедки как бы но будут стрелять по одной сначала одна потом вторая потом третье разведку проводим а здесь на 17 минуте до сих пор третий штаб то есть вот такая вот картины то есть он имел огромнейшее преимущество но почему-то его не реализовал в этом бою не знаю почему выпадает . прям под моими аллигаторами 67 уже у меня фулка сейчас 5 штаб можно будет идти что я и делаю и так как я увидел что там третий штаб сейчас скорее всего его будут а он здесь сам он решил атаковать вываливается сюда четырьмя викингами одного дарит я ничего не потерял по моему пригоняет сюда дельт дельты идут на слив то есть он послал убивать осу но ничего не получилось так я вижу что он уводит всю свою флотилию соответственно на этот фланг сюда отправил часть кораблей здесь на стопе этих оставил и сейчас буду заходить сюда своим флотом тут мы перебиваем я стою на точке параллельно идет захват то есть часть аликов опять же отправил сюда мы накидываем в борт викингам точку мы захватили то есть 87 уже в нашу пользу и отсюда я решаю его пробивать то здесь там порядка 12 или 11 аликов было то есть пока здесь бой флот на флот идет здесь я решил его сносить именно ему базу заходим 2 торпеда уже минус вверх минус 3 торпеда минус иду прям ходом тут до заказ 3 верфей тоже его перебивает и конфедерат на этом у нас пробит то есть и по точкам я уже отыгрался как бы и плюс я его пробил не знаю почему он не реализовал преимущество он по-прежнему на третьем штабе то есть имея в преимуществе 5 захваченных точек то есть это получается при 20 ветке 5 на 400 это две тысячи ресурсов относительно меня он имел преимущество но что-то не реализовал он его давайте поехали следующий бой здесь у нас имба генерал ахмед выигрывает он не раз в три года но преподносит это так что болен смотрите какой я имба по факту отлетает по три раза на дню ну и меня уже просто надоело я против него бои уже давным-давно не записываю потому что ну скучный на самом деле оппонент слабый очень слабый но тут у меня уже просто достал на самом деле поэтому решил я записать против него тоже турнирный бой в общем аналогичная ситуация не поставил торпеду это подготовительный этап тоже бой со стрима пытаюсь соответственно здесь кайманом все это дело короче получилось у меня отжать эту точку то есть быстро выйти в осу и в аллигаторов по итогу 11 все нормально то есть свои точки мы забрали достраиваем экономику и садимся на производство флота то есть копим аллигаторов плюс оса так приплывая на первую спорную точку она ближе к конфедерату но у него нифига нету флота то есть там на четвертой минуте у него еще только там три корабля у меня уже было 5 2 в до заказе еще два корабля он дарит на ровном месте то есть без каких-либо потерь то есть он уже три викинга отдал отдает 4 я еще не потерял ни одного аллигатора забираем точку пусть торпедой накидывает но ресурсы мы свои получили осу отводим в этом лечится так снова выпадает ближе к нему но у нас как бы численное преимущество так как мы ему четыре корабля забрали и плюс еще одного разбили и в общем нападаю нападаю я получается ему опять же в борт стрелять будем по одному но здесь к сожалению не успел я на точку то есть он ее захватил но ресурс я все-таки заберу один кидаем банку 3 викинга под кислотой и на хрен их короче здесь расстреливаем остается он без флота опять же подключается голд оборона я отступаю опять же мы в численном преимуществе здесь остались выпадает две точки это будут мои точки сто процентов потому что здесь как бы флотом я по количеству его превосхожу сто процентов а здесь спокойно сейчас заберем осой еще 800 ресурсов сверху то есть увеличиваем преимущество выходим в четвертый штаб ставлю третью вверх выпадает . почти посередине на не почти а вот но в стабильный это посередине я считаю плюс минус нормальная сброс точки забираем стокового флота ну и плюс оса выпадает . снова посередине ну и конфедерата у нас сейчас просто уже не то что потерял преимущество то есть здесь уже без шансов я считаю потому что у меня фулкова 4 штаба практически к 11 минуте вот 11 там 12 пошла у меня фулкова 4 штаба уже то есть три верфи и здесь он вываливается как бы в атаку ряд у меня больше флота у меня в разы больше две точки снова выпадает и ну здесь просто его сношу фактически из до заказа то есть алики вышли у меня по-прежнему фактически фулков не здесь я уже забиваю иду прямо опять же на прорыв как бы ну 5 викингов и здесь там 15 аллигаторов осталось тут астой продолжаю в колупать и просто ходом сносим его вот такой отбой получился параллельно там точки захватываем то есть 82 сопротивление вообще никакого фактически в этом вою не было 4 штаб хотя в принципе он как-то выпал ну видимо на снабжении сидела не на производстве так погнали следующий бой самый первый бой в основном этапе уже попался у меня стратег с него не задался у меня этот турнир к сожалению ну да ладно сам косячу покажу вам здесь ошибки тоже разберем может кто-то победит его так скажем если он будет играть спорные ящики вроде здесь даже забираю не хватает соответственно электроэнергии на 5 cs 2 верфи торпедку и завод прототипов то есть что-то не встает видимо 4 cs ки надо ставить либо не ставит торпеду но без торпеды я уже показывал в предыдущих боях что получается как бы ничего хорошего то есть тут как бы надо подумать чем-то надо жертвовать в общем три дельты одну мы успеваем убить первый спорный сперна спорная . здесь я провожу разведку то есть третий штаб завод был уже до молотков вот этот вот и он апается до серафима я как бы понял что я играю со стратегом провожу разведку викингов он делает вторая верфь тоже до викингов апается то есть по флоту его пока что превосхожу потому что у меня флот уже клепается на производстве и здесь огромнейшая ошибка я поставил завод спецмашин то есть я решил законтрить серафима дикими это была грубейшая ошибка в этом бою то есть в этот момент надо было ставить два авиазавода и клепать стрекот приезжает дельта на разведку и конечно здесь убиваю сижу на производстве фигачу диких этих думаю ну блин сейчас ты прилетишь и упадешь нахер сразу первый бой был вот он прилетает 4 дикобраза пол серафима нафиг и он садится в наземный режим я забыл совсем что у этого героя есть такая функция и по итогу мне его сейчас контрить нечем потому что дикий его не убьет в таком режиме оса у меня но но как вы видите получает моментально все она грохнулась вот я поставил авиазавод то есть идея хорошая пришла но пришла поздно произвожу стрекозу потому что отбиваться нечем то есть память пехоту ну бред вот стрекоза вылезла здесь плюс аллигатора подгоняю он убивает диких вот здесь начинает фокусить уже авиазавод тут я не знаю аллигатор не доставал не доставал не доставал вот здесь что он подошел чуть поближе аллигатор дал два залпа и в принципе серафим кончился то есть отбились думаю ну все нормально все неплохо по точкам 42 эту я захватываю то есть активности по морю от него в принципе никакой нету ставлю авиазавод опять же асу за нова произвел точку эту захватил и опять же сажусь на производство почему я здесь не ставлю второй авиазавод опять я не знаю вот я точнее его ставлю но я на третьем штабе у меня нету кого то есть вот я произвел стрекоз и в доступе у меня сейчас под одну стрекозу выхожу в четвертый штаб то есть кошка сожалению нету и здесь приезжает уже солярис и сейчас я опять буду косячит и сносит он не авиазавод вот этой вот четырьмя стрекозами астой надо было во что бы то ни стало убивать именно серафимов потому что солярис им угрозы никакой не представлял здесь я начинаю лупить по нему он неплохо как довольно таки получает даже четырех стрекоз но я зачем-то переключаю здесь на соляриса это глупая ошибка в это время он серафимом начинает соответственно выбивать не асу и стрекоз то есть одну я уже потерял опять же я забиваю болт на серафима переключаюсь на соляриса его я уже тоже половину смес принципе вот здесь я понял что надо что-то делать именно с серафимом но стрекоза соответственно вроде накидывают урон но я говорю надо было сразу его убивать осу я уже потерял авиазаводы он выбил и по итогу но серафима осталось прям вот копейки то есть игры из пео целенаправленно только его бил все получилось бы следующий косяк вот здесь вот было место затопления которое я мог спокойно захватить то есть флота у меня в разы больше то есть надо было просто заходить на эту точку и все но я стою перестреливаюсь и по итогу полтора с половиной там викинга захватили это место затопления которое мог захватить в принципе я тут все то есть выбивать него уже этих героев нечем то есть авиазаводы он не снёс штаб снёс 83 по затоплением флот я вроде бы ему перебиваю то здесь я понял что но это сто процентов стратег когда так как 24 викинг но он значительно слабей выпадает вот еще одно затопление то есть прикиньте блин если вот здесь вот я взял вот это тупо даже если я вот это взял вот это я сейчас заберу и даже без штаба без базы без всего я здесь спокойно мог принц победить по точкам 93 вот я говорю вот здесь вот если бы я чуть-чуть просто зови завел свой флот на точку я бы ее забрал а по итогу вот она выпадает 10 которая мне нужна но мне до заказ взять не откуда есть у меня три торпеды не работающие этого викинга я конечно свалю но у него до заказ то есть там две или три вверх я не знаю три наверное уже потому что он до соляриса же вышел четвертый штаб и по итогу такое вот тупое поражение давайте следующий бой бой с лайтом ситуации в этом бою вообще наверное абсурдные ну я стараюсь всегда всем честно все отвечать что как было происходило здесь сейчас все увидеть то есть я стоял на остановке 40 минут промерз залез в автобус с ледяными руками и решил пойти в турнир блин в общем развертка более-менее но медленно здесь на самом деле все ставил то есть вот он спорный ящик вот этот по сути я мог здесь забрать но по итогу не заберу цески недоставляющего отчет пытаясь короче я здесь не поставил этот завод до осы то есть я вообще забыл про него ресурсы как видите хреново собираю то есть в штаб нужно было выходить раньше намного до аллигатора нужно было апаться намного раньше то есть я и рез и все пробежал и завод прототипов не поставил задубевшие руки тупо были вот что только-только а пусть до третьего штаба вот здесь ящик чуть ему не подарил свой вы прикиньте на разведку техники пришлось переключаться чтобы забрать блин ящик вместо того чтобы сидеть на стройке по итогу я потерял очень много времени к этому таймингу 220 у меня уже должен быть аллигатор один то есть полностью выплавший плюс оса а по итогу я еще только-только произвожу ведь третья минута еще только вылез аллигатора у него уже викинг на позиции 3 дельты то есть если я сюда одним аллигатором полезу я в любом случае сольюсь то есть мне нужна была как минимум масса а лучше два аллигатора по итогу первую спорную точку я ему отдаю то есть тупо ошибки на старте приводят вот таким вот мелочам который приводит к поражению выдвигаясь вот на эту точку и здесь опять же не переключаю бус начинаю отступать я увидел что у него четыре викинга у меня один еще только подплывает не знаю может здесь надо было бой принять короче я отступил разворачиваюсь делаю построение сижу опять же на разведке не на производстве то есть на игру блин ну в автобусе ребят и здесь он нападает нападает красиво потому что у него шесть викингов у меня 5 аликов плюс у него три дельты они сейчас дадут урон по аллигатору ну и плюс число пусть это викинг 24 ранга но 6 против 5 естественно викинг победит и по итогу видите что получается то есть череда ошибок приводит к тому что я просил еще по флоту у меня осталось вот два алика из до заказа и два разбитых у меня осталось то есть они дохлые на один выстрел выпадает еще одна . здесь были ну короче построение нету и опять же то есть у него пять викингов а у меня как я и говорил то есть два полудохлых и два свежих аллигатора ну короче я опять в численном меньшинстве сюда вот пригнал осу чтобы это затопление хотя бы забрать а здесь опять же сливаю весь свой флот то есть он сейчас копит по накатанный то есть забирает ресурсы и увеличивает численное преимущество над моим флотом а я ступо сливаюсь ну череда ошибок ребят многие про спрашивают как можно проиграть 24 рангу да легко человеческий фактор видите у меня 6 аллигаторов а там уже их штук 10 викингов то есть но какой бы там там даже 23 ранг меня пробил в принципе здесь пытался уйти вот в такой вот фронт то есть зайти к нему как бы в борт и попробовать взять именно построением но он тоже это все считал то есть перегруппировывается light довольно таки хороший игрок как менял сказал то есть и меня он часто уже выиграл то есть с ним считаться явно в топе будут сильный игрок делаю стрекоз потому что безысходность я вижу что аллигаторами я его ну никак уже просто не пробьет то есть я в меньшинстве мне нужно нужна какая-то фишка то есть он начал делать дель то есть осу он законтрил стрекоз он законтрил численное преимущество над моими аллигаторами и идет финальная атака в которой я терплю поражение опять же из-за меньшего числа своего флота здесь вроде как то что-то справляюсь но мне уже сносит все верфи здесь ну даже если я поставил еще пару торпед это роли не сыграло бы потому что я думаю он уже в четвертом штабе был к этому моменту вот и все ребят вот так вот можно проигрывать в этом турнире глупо обидно но так бывает погнали следующий бой бой с индивидом это крайний бой будет в этом ролике потому что больше боев у меня с конфедерацией тупо нету ребят тупо нету остальное все у меня сопрано сопру в этом бою пошел принципиально индивиду ловить потому что закусили с ним на стриме не совсем красиво мне кажется он себя повел поэтому пошел принципиально вот и словились самое интересное то есть сети было огромное количество народу но дали именно его в общем здесь завод прототипов поставил торпедку поставил в общем ну сыграл максимально сконцентрировано 3 электростанции 3 штаб все четко производства аллигаторов уже пошло то есть опять же видите то есть на третьей минуте только 1 алик выплывает то есть это плохо из-за завода вот этого прототипов то есть можно на 220 уже 1 алика выпустить если без героев игры то есть есть свое преимущество и свой минус также и в торпедке то есть почему я ее не ставлю она очень сильно тормозит развитие производства флота пригоняю сюда осу там торпедка накидывает по мне самое интересное из тумана войны то есть она как по мне херачит но я ее не вижу все равно блин как так я не знаю обычно когда урон проходит то есть засвечивается здание по мне это баг то есть она должна была засветиться мне кажется в этот момент пытаюсь опять же здесь разгрести этот флот не отдаю эту точку но тут 4 на 4 аллигатор все-таки в малых количествах викингу уступает кто бы что не говорил не знаю как там 20 аллигаторы 21 викингов убивают мне некоторые рассказывают один на один протестите если full на full 30 процентов где-то у викинга остается ряд наряд уже до аллигатор выигрывает там не знаю опять же за счет чего может за счет количества скорострельности хер его знает но один на один викинг сильнее процентов на 20 где-то на 30 флот у меня 26 full то есть если аллигатора брать именно на двадцать седьмом я по никакие не делал по точкам 22 вот здесь я выровнялся за счет того что выпала . посередине у меня есть оса начал делать стрекоз сижу на третьем штабе сижу на производстве тут у нас разведчики курируют кайман чека сначала с боя я сохраняю так как часто выпадают точки вот так вот где-то в ваших тылах тысяч чтобы не аллигатора гнать не осу выводить из боя а именно каймана то есть он кого много не занимает в бою не нужен плюс в определенный момент можно им разведать то есть его вначале лучше не сливать выпадает . соответственно прямо под торпедками сделал индивид циклона то есть разведал я здесь воздух даже не пожалел включил сразу его сбил нафиг разгоняю стрекоз по флангам то есть мне нужно понимать построение викингов где чё стоит плюс пусть я наношу там 23 процента урона но в любом случае этот викинг даст на один залп меньше чем он может дать там фуловый допустим пхп тут не до контроля у обоих то есть вылезает викинг вылезает аллигатор он раньше развернулся получил два снаряда в корпус и здесь он опять же начинает делать дель то есть отвлекается постоянно но это нервирует вижу что выпадает . перегруппировав всем рядом подхожу ближе то есть мне нужно как-то отвоевывать большую часть моря потому что я зажат на базе получается подхожу ближе . он конечно забирает потому что я здесь больше вступать не хотел однозначно выхожу я значит в третью вверх с трикозами осой по-прежнему пытаюсь разбивать этот флот то есть по чуть-чуть по чуть-чуть но в любом случае разбиваем здесь вот забрал одну дельту по-моему выпадает . выпадает уже под моими аллигаторами то есть ближе ко мне то есть теперь ему нужно либо решаться на атаку либо стоять смотреть как я ее захватываю тут стрекоза с аликом принимают бой от одного викинга в общем я пытаюсь выстроить более широкий фронт опять же стрекозы то есть по-прежнему с этого фланга из этого то есть два викинга я уже минусую сумме один уже полностью разбитый пригоняет он снова дельт и с этого и с этого фланга у меня фулка четвертого штаба сейчас опять же дельты на слив не до контроль идет здесь опять же стрекозы накидывают продолжают убивать этого викинга беспощадно выпадает две точки выпадает полностью у меня их сейчас заберем и тут как бы конфедерат у нас не выдерживает он осуществляет атаку у меня ровнейшее построение вот здесь момент был я думаю я за него проиграю то есть я где-то секунды две-три еще и без буста был но я и банку кидаю плюс пару викингов было под разбитая фронт у меня шире и плюс он в атаке а я стоял в приеме поэтому так получается что у меня огромное количество аллигаторов выживает то есть я в принципе всегда говорил что на море сопротивление сильнее если не брать в расчет торпеды то есть если конфедерат сядет под торпедками то сопротивление без левиафана в этом балансе его уже вообще хрен пробьет и вот на этой атаке бой в принципе заканчивается то есть копили 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 13 минут флот одна атака проигрыш и на этом бой закончился в общем спасибо всем за просмотр комментируйте может кому-то что-то полезно будет на кассипорила я много в этом турнире признаю также и с сопротивлением то есть спокойно я мог наверное но все бои я мог выиграть из тех которые сыграны то есть пусть там у кого-то на один на два по наборокуду больше еще чё-то но везде я проиграл из-за своих ошибок это сто процентов то есть нигде не было такого что меня там переехали жиром везде тупо ошибки свои которые ну видно я бои с сопротивлением тоже покажу есть и выигрышные есть много проигрышных подбор в этом туре вообще у меня лютый то есть и сопротивленцы все сильные то есть поляк два раза там донни два раза бивза броули блин ну короче это immortal был джеки чао вот этот но я не знаю там сильный не сильный хрен отлегал короче не знаю в этом турнире прямо рубила у меня идет именно топ и на топ и мне прям понравилось на самом деле пусть и много сливов но по крайней мере у меня все бои мощные причем все всем пока всем спасибо за просмотр удачи